Наступил долгожданный день для несколько тысяч школьников нашего района – 1 сентября. Одев школьную форму, накинув портфель, они вновь распахнули двери родных школ. Более тысячи первоклассников отправились на первую в своей жизни торжественную линейку. Нарядные, с воздушными шарами, немного растерянные, сегодня все эти мальчишки и девчонки переступили порог знаний. На праздники в казачьей школе номер 46 в хуторе Нищедимовского побывала наша съемочная группа. Позади долгие летние каникулы, во время которых школьники как следует отдохнули. И 1 сентября с новыми силами переступили порог школ более 13 тысяч юных славянцев. Двор школы номер 46 постепенно заполнился школьниками. Сентябрьское утро дало старт новому школьному этапу и увлекло в новые неизведанные просторы знаний. Раньше всех сюда спешили нарядные первоклассники. Настроение у всех было праздничное, но все же волнение незримо вплеталось в атмосферу праздника. И особенно этот день волнительный для тех, кто впервые пошел в школу. Мне очень нравится в школе. Здесь лучше, чем в какой-то школе. Здесь танцы есть. Здесь все танцуют. Здесь очень хорошо. Очень сильно ждала. Я читала, ждала. Все неделю я ждала. Я хотела очень в школу идти, запутиться. Выучить. Хорошо будешь учиться? Да. Поздравил учащихся 46-й школы с началом нового учебного года глава Славинского района Роман Синеговский. Он обратился непосредственно к главным виновникам торжества, первоклассникам, а также к родителям и учителям. Дорогие наши первоклассники, я уверен, что в школе вам понравится. И вы с удовольствием пойдете сегодня в школу и будете получать тоже знания. Наши родители, я хочу, чтобы ваши дети были счастливы и здоровы. И они прославляли вас и вашу школу. Всех с праздником мира, добра, благополучия и всего самого доброго. Юные первоклассники открыли чистую страницу своей школьной летописи. Об этом и были их стихи на торжественной линейке. Затем наступил торжественный момент. Прозвучал долгожданный первый звонок, ознаменовав начало нового учебного года. После праздничной линейки дети отправились в обновленные светлые классы на свой первый урок в новом учебном году. В этот день у ребят прошел единый всекубанский классный час под названием «Имя Кубань». На уроки у старшеклассников побывал глава района Роман Сенеговский. Наша съемочная группа также побывала и в других школах района. Порог лицея номер один в день знаний перешагнуло 132 первоклассника. Этот день волнительный не только для них, но и для выпускников 9-х и 11-х классов. Ведь этот учебный год станет последним в их жизни. Это мой последний год, я в 11-й класс иду. Конечно, волнительно, все равно хоть и 11-й класс, но волнение чувствуется. Это уходящий для меня год. Для меня этот день очень волнительный. Я иду в 11-й класс. Ну, конечно, есть волнение, но я думаю, что дальше будет только интереснее. Впереди учеба. Я с нетерпением жду начала нового учебного года. Потому что впереди поступление в институт. Нужно готовиться к государственным экзаменам. И я уже соскучусь за лето по школе. С началом нового учебного года поздравил учеников 4-го лицея прокурор Славинской межрайонной прокуратуры Александр Фоменко. В этот солнечный прекрасный день по доброй традиции нашей страны это считается у нас одним из самых любимых праздников. После доказательств каникул дети уже соскучились за учителями и за уроками. Дорогие ребята, хотел бы вам пожелать, чтобы вы в школе нашли то, что искали. Самое главное – это знания. Ведь без знаний, знаете, как у нас говорят у юристов, хороший парень – это не профессия. Поэтому желаю вам всем воспользоваться этим моментом и стать прекрасными специалистами и выбрать свою достойную профессию. Вот и начался новый учебный год. Для кого-то первый, а для кого-то последняя ступенька перед выходом во взрослую жизнь. Вся наша жизнь связана со школой, которая всегда будет согревать своих учеников, утешать в часы обид, радоваться вместе с ними в минуты больших и маленьких побед. Тина Кабачевская, Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».